Шаг вперед для всей химической промышленности. Куйбышев Азот запустил энергоэффективное производство цикла Гексанона. Это совместный проект Толятинского завода, Роснано и компании ДСМ. В перспективе импортозамещения продукции и повышения ее конкурентоспособности. Новый цех Толятинской промзоне увидела наша съемочная группа. Вначале небольшая экскурсия для почетных гостей и партнеров по промзоне, осмотр действующих и строящихся объектов. И вот он исторический момент для всей химической отечественной промышленности. Запуск нового производства. Запущено энергоэффективное производство цикла Гексона с применением нанотехнологий. Это совместный проект Роснано, Куйбышев Азота и компании ДСМ. Общий объем инвестиций около 10 миллиардов рублей. Из них больше миллиарда инвестировала Роснано. Новое направление, по словам Анатолия Борисовича Чубайса, самый высокий технологический уровень в мире. Такое партнерство – это просто честь. Мы понимаем, что мы работаем с технологическими предпринимателями высочайшего класса в стране. И то, что они в результате сделали, это вклад безусловный и в химическую промышленность страны в целом, и в инновационную экономику страны в целом тоже. Уже сегодня предприятие занимает лидирующие позиции в производстве капролоктама в России, СНГ и Восточной Европе. Теперь мощности завода повысится со 190 до 210 тысяч тонн в год, а в дальнейшем это 260 тысяч. Это не только одно из лучших предприятий сегодня в стране, это производство, но и в мире. Тут партнеры – это мировые лидеры в производстве этого продукта. И, естественно, все сделано на самом высоком уровне. Ну и масштабы огромные. Технологии самые передовые. И тут нам, в общем, от этого огромный плюс не только для Тольятти, но и для страны в целом, это точно. Ввод нового производства позволит компанию увеличить выпуска пролоктама и продуктов его переработки. Полиамида-6 и его производных, технических и текстильных нитей, кордных тканей, инженерных пластиков. Одним из главных направлений стратегии развития Куйбышев Азот является сохранение окружающей среды. Реализация нового проекта позволит сократить потребление электроэнергии и топливного газа, а также снизить выбросы парниковых газов и отходов, направляемых на сжигание. В первую очередь я хотел бы поблагодарить от лица предприятия, от лица команды Николая Ивановича, правительство Самарской области за поддержку проекта, который мы сегодня запустили. Эта поддержка, она чувствуется постоянно, чувствуется на протяжении всего проекта. Сегодня Куйбышев Азот – одно из ведущих предприятий российской химической промышленности. На днях компания отметила 50-й день рождения. Запуск нового производства сотрудники предприятия называют настоящим подарком. До 2020 года планируется реализовать еще шесть новых проектов. Мария Шпакова, Александр Ерофеев, Новости губернии, Тольятти. Продолжение следует...